Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, 2020 год, точнее его начало, было просто катастрофическим для нефти и для всего нефтяного рынка. Потом ситуация выправилась и вот в 2021 году мы видим уже проблески оптимизма. Давайте сегодня поразмышляем, что ждет нефть в будущем и стоит ли рассматривать нефть и нефтепроизводящие, нефтеперерабатывающие компании как инвестиционные идеи. Давайте сегодня поразмышляем на эту тему. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Друзья, ну начнем мы с вами сегодня с графиков. Посмотрим на котировки нефти, как они менялись по прошествии последнего времени. После этого посмотрим на интересные прогнозы по нефтяному рынку и самое, на мой взгляд, любопытное, друзья, поговорим про так называемый пенсионный фонд Норвегии. Кто не в курсе, друзья, это очень крутая штука, очень интересная история. Сегодня почитаем, что это такое. И этот фонд, друзья, недавно совершил ряд очень интересных сделок, которые мне кажутся весьма-весьма, друзья, любопытными и касаются эти сделки, естественно, нефтяных компаний. Ну смотрите, вот на часовом таймфрейме график нефти марки Brent. Сейчас нефть стоит дорого, 58,91 на момент записи видео. Но, друзья, так было, разумеется, не всегда. В 2020 году стоимость нефти опускалась очень и очень значительно. Ну и, собственно, нефтяная отрасль была в глубочайшем кризисе. И, собственно, убытки акционеров, инвесторов, кто держал нефтяные компании, они были колоссальные. Я даже это сужу по себе. У меня, друзья, в начале 2020 года был полный комплект. И Лукоил, и Газпром у меня был, и Роснефть у меня была, и Татнефть у меня была. И я улетел в такой минус по этим бумагам, что до сих пор страшно вспоминать. Ну вот, друзья, график нефти за последние 5 лет. Да, были времена в недавнем прошлом. Буквально 3 года назад нефть стоила 80 долларов. Но сказка кончилась. Сначала она обвалилась в 2018 году, потом ушла в боковик. Ну а потом все мы помним коронавирусный кризис. Нефть опускалась ниже 25 долларов за баррель. Короче, был полный кошмар. Но смотрите, друзья, на этом графике мы видим, что нефть практически вернулась к ценам 2018-2019 годов. И многие прогнозируют, что этот рост может продолжиться. Да, не безгранично. Возможно, потолок нефти это те самые 70-80. Но в любом случае, кризис, друзья, миновал. Это надо констатировать. Ну и мы уже можем об этом, наверное, сказать. Ну и кто забыл, друзья, добыча нефти, она искусственно ограничивается странами ОПЕК. В апреле было заключено рекордное сокращение добычи. Новое соглашение рассчитано на 2 года до 1 мая 2022-го. И предполагает постепенное восстановление добычи. Сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки действовало 3 месяца с мая по июль 2020 года. Затем с августа по декабрь 2020-го страны ОПЕК договорились сокращать добычу на 7,7 миллиона. Ну то есть постепенно наращивать эту добычу. С 1 января изначально предполагалось снизить на 5,8. Но из-за второй волны коронавируса эти планы скорректировали. И увеличение составило лишь полмиллиона баррелей. Таким образом, на текущий момент сокращение составляет 7,2 миллиона. Так вот, друзья, смотрите, какой интересный прогноз. Это статья на РБК. Минэнерго США допустила рост цен на нефть Brent выше 173 долларов к 2050 году. По прогнозу экспертов, в базовом сценарии стоимость барреля нефти к этому сроку составит 95 долларов. Ну то есть это наиболее вероятный сценарий. На этой неделе стоимость Brent впервые с 21 февраля поднялась выше 58. Ну и вот, друзья, этот прогноз. Самый оптимистичный сценарий. Стоимость барреля нефти 173 доллара к 2050 году. В базовом варианте 95. А вот сценарий низких цен опустится до уровня 48 за баррель. Ну, с одной стороны, цифры, конечно, выглядят приятно. 173 это ого-го-го-го. Разумеется, сразу так и хочется кликнуть на эту новость. Но когда ты читаешь, ты видишь, что эксперты закладывают такой гигантский диапазон. То есть они предполагают, что ситуация может развиваться как супер-благоприятно, так и супер-неблагоприятно, друзья. Поэтому все это, по большому счету, гадание на кофейной гуще. До начала пандемии эта же организация прогнозировала, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии 183 доллара за баррель, при негативном 46, а при базовом чуть выше 105 по курсу доллара за 2019 год. Друзья, почему нефть будет дорожать к 2050 году? Все просто, друзья, она кончится. Она просто начнет кончаться. Это исчерпаемый ресурс, и запасы нефти ограничены. И нефтяной период, нефтяная эра подходит к своему завершению. Да, некоторое время нефть еще по-прежнему будет в цене. Но все развитые страны, страны, которые думают на перспективу, они уже сегодня задумываются об альтернативной энергетике. И углеводородная энергетика, это, друзья, уже прошлый век. Да, несколько десятилетий, собственно, по инерции все это еще будет продолжаться. И мы по-прежнему будем свою нефть, разумеется, продавать. У нас ее, разумеется, будут покупать. Но, друзья, эти запасы закончатся. А вот что мы будем делать с вами тогда, это очень хороший вопрос. Ну, точнее, даже не мы, наверное, наши дети. Это будет очень большая проблема. И, к сожалению, текущее руководство нашей страны над решением этой проблемы не очень-то сильно и задумывается. Хотя говорит о том, что задумываться бы надо. Но куда приятнее продолжать зарабатывать денежки. И таким образом не заморачиваться какими-то сложными материями, типа зеленой энергетики и всем остальным, чем сейчас занимается весь цивилизованный мир. Короче, что, друзья, случится? Нефти станет мало. Разумеется, то, что товара, которого стало мало, на него повышается спрос и он начинает стоить дорого. Но это не значит, что доходы нефтяных компаний будут расти. Потому что они будут меньше продавать. Понимаете, друзья? То есть у них просто будет меньше товара, который, разумеется, из-за этого подорожает. Он станет дефицитным. Но от этого, я вас уверяю, перспективность нефтяной отрасли год от года увеличиваться не станет. Напротив, с каждым годом эта перспективность будет идти вниз по лесенке. И, друзья, новость, которая меня лично... Ну, я не могу сказать, что сильно удивила. Мне даже в некоторой степени приятно, потому что я проделал ровно то же самое в 2020 году. Я избавился от своих углеводородов. Именно ввиду их длинно-срочной бесперспективности, на мой взгляд. И, друзья, то же самое недавно проделал Пенсионный фонд Норвегии. Если вы не знаете, что это, давайте в двух словах расскажу. Вообще, штука мега крутая. Кто вообще не в курсе, как живут люди в Скандинавии, загуглите, почитайте, посмотрите видосы. Я, по-моему, смотрел видео Птушкина. Там все это очень хорошо рассказано и объяснено. По какой причине в Скандинавии высоченный уровень жизни. Дело в том, что там государство очень разумно и рационально использует налоги, которые собирается людей. Ну и вот в случае с Норвегией они очень грамотно тратят свои нефтяные доходы. Так вот, Государственный пенсионный фонд Норвегии состоит из двух отдельных суверенных фондов, принадлежащих правительству Норвегии. Первый – это Государственный пенсионный фонд «Глобальный» и Государственный пенсионный фонд «Норвегия». Государственный пенсионный фонд «Глобальный», также известный как «Нефтяной фонд», был создан в 1990 году для инвестирования избыточных доходов норвежского нефтяного сектора. По состоянию на 2021 год фонд владеет долями более чем в 9 тысячах компаниях в 74 странах мира. Стоимость его активов составляет чуть более 1,3 триллиона баксов, друзья. Это просто фантастика, что приблизительно равно 1,5% от мирового фондового рынка, друзья. Короче, они аккумулируют кучу бабла, которые получают от своей нефтянки. И уже 30 лет инвестируют эти бабки в фондовый рынок. Вы можете себе представить? Короче, это суперкрутая вообще в принципе концепция построения государства, расходования государственных денег. И вы можете себе представить, какая доходность по этому фонду? Ну, в отличие, скажем, от тех стран, кто просто, грубо говоря, эти нефтегазовые доходы тупо разворовывает. Не будем показывать пальцем. По состоянию на ноябрь 2020 года из фонда на каждого норвежского гражданина приходилось 237 тысяч долларов, друзья. Короче, про этот фонд есть много интересного в интернете. Почитайте, если вас вдруг заинтересовало. В общем, это вообще супер прикольная история. Но, друзья, что касается темы нашего сегодняшнего ролика. Недавно вышла новость о том, что Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний. Это, друзья, страна, которая, собственно, этот фонд и сформировала за счет своей собственной нефти. Так вот, она отказалась от нефтянки, друзья. Понимаете? Государственный пенсионный фонд Норвегии, он же нефтяной фонд, самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти. Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка 6 миллиардов долларов. Он был полностью распродан к концу прошлого года, заявил заместитель главы Норгесбанк Инвестмент Менеджмент Тронт Гранде, агентству Блумберг. Этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека, отмечает агентство. Ну и вот, друзья, причина. По итогам 2020 года фонд получил второй по величине доход более чем за 20 лет. Его стоимость выросла более чем на триллион норвежских крон, на 11 почти процентов. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли ему убыток почти в 10 миллиардов. Но фонд по-прежнему владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности Royal Dutch Shell. Ну а куда инвестирует норвежский фонд? Самую значительную долю в портфеле занимают американские акции. Это бумаги, друзья, Apple, Microsoft, Alphabet, она же Google, Nestle, Amazon и прочие. Вот так-то. Друзья, резюмируем. Нефть не умрет завтра. Нефть не умрет даже послезавтра. На нефти и на российских нефтяных компаниях, которые пользуются бешеным покровительством государства, можно зарабатывать еще не один год. Но в перспективе, друзья, это дохлая лошадь, как сказал один известный Анатолий. И поэтому инвестировать в долгосрок, строить свой портфель на базе нефтяных компаний на несколько, скажем, десятилетий, я думаю, это уже ошибочная инвестиционная идея. Поэтому инвестировать на короткий период, на средний период вполне допустимо. Но считать, что за нефтью по-прежнему некое будущее. Нет, друзья, нефть это уже прошлое. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока.